Донат Каунти. Игра про то, как дырка от бублика всасывает себя все вокруг, а еще еноты. Знаете ли вы людей, которым не нравятся еноты? Конечно же нет. Уже давно доказано наукой, а также огромным количеством подписчиков у профиля в инстаграм с их участием, что эти ребята нравятся всем. Поэтому Бен Эспасита посчитал классным сделать игру с их участием и не прогадал. Таким образом, из упорной шестилетней работы разработчика родился проект под названием Донат Каунти, где вы управляете большой дыркой в земле, которая по мере попадания в нее различных предметов увеличивается в размерах. И прежде чем начать обзор игры Донат Каунти, подробнее давайте поблагодарим Бена за смелость. Не каждый решится сделать игру про бывшую девушку, пускай и в метафорическом образе. Действие игры разворачивается в городке под названием Донат Каунти. Пестрый городок, который населен необычными жителями, прямоходящими животными и ожившие утвари вроде солонки или перечницы. Главный герой игры является енот по имени ВК. Не так давно енот устроился в компанию по доставке пончиков. С виду этот магазин пончиком ничем не выделяется, кроме того, что выглядит как огромная чашка с не менее внушительным по размеру пончиком. Правда, контора попала с сюрпризом. Вместо курьера клиентам наведывалась дыра, засасывающая внутрь все, включая неосторожного заказчика. Отратительный уровень сервиса не особо повлиял на популярность пончиковой. Жалоб-то никто не пишет. Так что вскоре город вместе с жителями оказался под землей. На самом деле магазин является прикрытием для енотной компании. За катастрофой стоял мусорный король, могущественный енот, который прибыл в Донат Каунти, чтобы пополнить запасы барахла. На работу в пончиково попадали только собратья злодея, разделяющие корпоративные ценности и страсть к чужому хламу. Еноты создали приложение, которое дистанционно управляет дырами в земле со своих планшетов, пока сидят в туалете, а те в свою очередь поглощают различный мусор. Казалось бы, классные ребята эти еноты делают полезную работу на благо экологии. Дело в том, что для енота мусор это любое ваше имущество, а иногда даже вы сами. Как бы обидно это не звучало. Поэтому попасть в эту дыру может все что угодно. А это, согласитесь, уже звучит не так-то весело, если вы житель Донат Каунти. Одним из самых старательных сотрудников и оказался наш усатый друг ВК. И вот по особому стечению обстоятельств наш герой ВК дыровод и его лучшая подруга девушка тинейджер мира попадают в одну из таких дыр, где встречают остальных жителей города. И жители, застряв на глубине 999 футов под землей, само собой требуют ответа на следующие вопросы. Как они здесь очутились? Почему пол города оказалось разрушено? И самый главный вопрос, как отсюда выбраться? Наша задача помочь ВК смыть в себя клеймо вредителя и вновь сделать его всеобщим любимцем. Сперва надо вернуться в прошлое, чтобы переиграть проделки енота. Затем исправить последствия. А на десерт нападать мусорному королю его же оружием. В плане геймплея эта игра Донат Каунти да нельзя проста. Вы управляете дырой в земле с помощью мышки и поглощаете различные предметы. Цель засосать в дыру все объекты в той или иной локации. Попутно вам придется решать так называемые головоломки. В действительности голову ломать над ними не придется. Их решение сводится к пониманию бытовых законов механики и физики, поэтому с игрой может справиться даже ребенок. Из этого следует, что игра Донат Каунти лишена какого-либо челленджера. Вы просто наблюдаете за исчезновением предметов в неизвестность и иногда интересуетесь, как много может поместиться в эту дырку. Это своего рода неплохой способ порелаксировать, но не более того. Важная информация. Игра крайне коротка и займет у вас от силы 2 часа. Поэтому, если вы планировали провести за Донат Каунти целый вечер, то у вас вряд ли получится это сделать. По части графики Донат Каунти вас ничем не удивит. Здесь есть обычные персонажи, которые помещены в обычную локацию, выполненные без особых деталей. И на этом в принципе все. И тем не менее, такая графика придает игре свой собственный узнаваемый стиль. Подведем итоги обзора игры Донат Каунти. Стоит ли играть? Донат Каунти это весьма неплохая казуальная игра, создана безусловно талантливым парнем Беном Эспасито, которая познакомит вас с необычными жителями одноименного городка и расскажет вам их историю. Геймплей в ней очень простой, но и в то же время уникален за счет самой концепции игры, управления дырой в земле. И несмотря на то, что Донат Каунти очень короткая, играя в нее я получил большое удовольствие. Стал бы я покупать Донат Каунти? Возможно не сразу, но однозначно бы добавил ее в свой список желаемого и скорее всего купил в одну из распродаж, но тут уже дело в цене, а не в качестве самой игры.